Как раз таки, он против Morphing очень хорошо действует и против Timber Soul. Герой, который выключает тригент своим ультимейтом. Всё, очень круто. Они сделали, продумали. Так, а mid у нас пойдёт Timber, я так понимаю, да? Middle Timber, да. Соответственно, Nux offlane, S.T.A.L.K.E.R. и Morphs керри. Тут Invictus Gaming будет Tear Blade керри, Beastmaster offlane, Tinker, Middle Bounty Hunter, Roaming. Сейчас саппорт пятой позиции, рейджовой какой-то, да, вот Unvengeful Spirit появляется у нас. Но это усиление тоже. Усиление Tear Blade, усиление этого пуша как раз плюс Tear Blade плюс вот эти две пассивки, от Beastmaster и Unvengeful Spirit, это будет очень круто в драках и в пушах, соответственно. Отличный драфт у нас получается с двух сторон. Противостояние Tear Blade и Morphing это всегда увлекательно. Как бы кто ни говорил, что игры с ними, с этими персонажами обычно затягиваются нисколечко у нас. Эта мета не затягивает игры, и даже TB и даже Morphing обычно радуют нас своей активностью при фарме, конечно, определенных артефактов. Ну что ж, добираются герои. Сразу же OP, недолго думая, схватил своего фирменного тинкера. Сейчас нам будет показывать мастер-класс на этом герое. Ну, естественно, остальные тоже разбираются своих персонажей. Ну что, ребята, противостояние Best of 3. Первая карта стартует прямо сейчас. Опять-таки, приз этого матча – это путевка на лайнер. Все, думаю, понятно. Напомню, что три команды, которые уже будут точно участвовать на лайн-финалах. Соответственно, это ребята из Wings и Nubi, которые получили прямые инвайты, и IG Vitality, которые сегодня уже первую квоту из Qual выиграли. Ну, такие расходы. Да, давай быстренько пробежимся тогда по нашим коллективам. Команда E-Home. All the Leon будет играть у нас на Timber Soul. All the Leon будет играть на Shadow Demon. Пару суппортов мы составим. Guardia, Deligarder, как вам удобнее, на iStalker. All Chicken будет играть у нас на Nux Assassin's. И Solar будет играть на своем сигнатурном морфинге. Так, все отлично. Я, конечно, сейчас продиктую, кто там играет у IG Vitality. Но у меня опять-то самая проблема, что кто-то за меня камеру вводит. Итак, Q на Bounty Hunter. OP сыграет на Tinker XXS. На Beastmaster и Bobok. На Vengeful Spirit Burning. Сыграет на Terror. Blady, ребят, я дико извиняюсь, но мне нужно быстренько перезайти в Dota. Надеюсь, что ничего не произойдет за эти секунды. Потому что, опять-таки, какой-то там китайский парень за меня камеру вводит. А я так не люблю. Не-не-не, это расходится, расходится. У нас коллективы спокойные Home идут в смоках на нижнюю линию. IG тоже самое делают. Чекают весь свой лес. Timber Soul бегает, чекает кого-то из героев, чтобы спалить все линии вначале. Чтобы никаких непредсказуемых действий от IG у нас не было. Ну, просто расход по рунам. Должны сейчас забирать спокойные 2 баунти, расходиться по линиям. Суппорт, соответственно, пойдет в площадь крипов. И пока у нас не очень активное начало. Не будет никаких драк у нас за баунти. Ну, вот пока краем глаза я посмотрел на кто же все-таки фаворит в данной встрече. Пока, потому что вот если посмотреть просто на два коллектива, вроде с одной стороны IG, с другой стороны IG. Ну-ка, дай-ка попробую угадать. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, давай-ка вот так. 1,3-1,4 на E-Home. И IG 1,9-2,1. 2,6 на IG. 2,6 даже больше все-таки. Ну, да. Ну, и E-Home. А E-Home сколько? Так, хорошо, сейчас скажу. Я просто точно помню, что 2,6 был на IG, когда смотрел. Сейчас скажу, сколько ты был на E-Home. 1,2-1,3, наверное. 1,4 где-то так. Нет, побольше, побольше. Побольше? 1,5-1,6. 1,46. 1,46. 1,46. Ну, почти, почти угадал E-Home. Ну, ладно. Ну да, они фавориты этой встречи. Более именитая команда с более хорошими результатами у нас, в принципе, по ходу прошлого сезона. Так, будет он нападать на S11, прокачал уже пассивку. Выход. С пассивочек, конечно, могут не отпустить его, на самом деле. Там и Орбофеном хорошо замедляет. Ну да, да, да. Очень забирают. Загулял у нас S11. Бёрнинг. Вот он этот, Бёрнинг. Ладно, Бёрнинг. Чё, он метаморфозу нажал правой кнопкой, кликал. Суппорт, молодцы. Вот они, зашли за спину. Хоп, пару ударов, там, бодиблок, все дела, работает. Бёрнинг-то, Бёрнинг-то теперь бледит. Дело не хитрое. Так, то есть, Ленинг приходит на эти сталклер, ставит в центре Q, пытаются взять. В центре на центре. Оба центре съедаются. И... Такая у нас драка продолжается. Почему? Потому что Бёрнинг всё ещё метаморфозу имеет, поэтому постарается прогнать подальше оффлейнера. Хорошо, разминают. Очень большое количество крипов идёт у нас сейчас по Тауэрке хомом. И должны экспо забирать. Должны сейчас по блоку там по максимуму динаить. Вместе с Бёрнингом пытаются. Слушай, мы не обгадали по линиям, что у нас произошло. У нас Никс всё-таки как брался контрпик Тинкера, так он с первых же минуты пытается этим самым контрпиком и быть. Он отправляется на мид. Как раз таки стоять против него. Звук я не включил на предыдущей карте. Сейчас вот подключил. Вот. Ну и, соответственно, у нас получается, что Никс против Тинкера на линии стоят на центральном коридоре. А на оффлейне у нас такая Тимберсо плюс Найтсталкер. Была комбо. Ну вот Найтсталкер, понятное дело, исполняет роль второго суппорта. Ну и я её уже жду. Первая. А первая стычка уже была. Кута уже сделал первый ассист на убийстве своего бывшего тиммейта на гардере. Вот. Первое противостояние уже случилось. Посмотрим, что будет дальше. Конечно же Найтсталкер пытается перемещаться по карте. Но есть проблема. Есть проблема у такого рода Найтсталкеров. Единственная проблема в том, что он играет без аэрон талона. У него не будет первой ночи, через две минуты, четвёртого уровня у него не будет. У него не будет Саленса. Он не будет так хорошо гангать, как мог бы. Да, плюс Кугар контролирует своего бывшего тиммейта и гоняется за ним. Не разлей вода. До сих пор. До сих пор вместе бегают. До сих пор двигаются вместе, да. Хотя находятся по разной стороне баррикад. Он такой, боже, знакомый к ним. Так, гардер, окей. Мы вместе, значит, должны бегать. Так, пойдём гангать. Хоп, оказывается друг друга бить ещё можно. Неприятно. Ну и расходятся они, как в море корабли. Ну и пытается гардиан как-то помочь на топе своему товарищу олдлевену. Ну хорошо, стаки чужие можно подзабрать. Штука неплохая. Так, вот тут очень интересный момент. Ку пытается Курьер перехватить. Курьер у нас возле ЦР3 встал. Ну, понятное дело, что такие моменты с игрой против Bounty Hunter они контролируются. Никто Курьера просто так не проведёт. Ну не всегда, не всегда они контролируются. Потому что очень часто, на самом деле, у нас Курьер умирает. Это только коллективы, которые заранее продумывают то, что может Bounty Hunter убить, то те контролируют. Но очень часто бывает, что и умирает, на самом деле. Прямо именно на первом левеле, когда забираются Bounty Руны и уже, ну, вот это летит. То есть едет Фласка и Bounty Hunter уже Курьера убивает. Ну, здесь у нас получается знак такого профессионализма, мастерства стороны команд, которые вот всё-таки продумали этот момент. Хотелось бы, хотелось бы такое видеть постоянно. Да. Ну что, Саша, в миде у нас OP имеет 13 на 3. В то время Улчики на 16 на 2 приходят Old Lanem. Disruption подкоп. Пробиваем, пробиваем с руки Shadow Poison и стака им обязательно. OP и ещё заряд Ботли. И ещё один есть. Ой, промазал, промазал, кресим. Красавчик. Ввернулся, здесь Курь сюда приходит. Ну и еще Lanem немножко куда жмёт. Да, опасный момент очень был, конечно, но OP всё-таки выживает. Третий Shadow Poison, возможно, бы его не отпустил. Ну, кстати, не забываем, что в Shadow Poison вот в последнем мини-патче был несколько подрезан, по-моему, первый урон там на 50 у него там был срезан, что-то такое. Вот, поэтому... Было 50 на всех уровнях, а стало 26, 34, 42, 50. А, вот так вот, да. Вот так, по-моему, что-то было. Ну, вот, значит, поменьше. Поэтому не пробило. Ну, вот это первая ночь, на Талкер к ней приходит, к этой первой ночи только с одним сапогом и левел 2. С Саленса нет и гангать, ну, не так просто, как могло бы быть. Ну, в этом плане, почему я сравниваю, потому что очень часто я понаблюдал Найт Сталкера четвертых позиций с Арон Талоном сразу же в лес, которые идут. А Пупей такое показывал нам, и вполне даже успешно Найт Сталкеры бывали. Ну, здесь несколько другого плана, несколько иного варианта. Ну, это Найт Сталкеры, которые понимают, что они не будут делать какого-то жесткого экшена на карте вот именно в начале, что там на первом левеле куда-то побежать, там, пытаться понапрягать, но они просто идут в лес, да, и вот с Арон Талоном формят там четвертый-пятый левел себе там к четвертой минуте, да, к первой ночи, и просто начинают забеги. Ну, уже хорошего левела, а то, чего второго левела бегать? У тебя там нюк 90 демэджа наносит, а так ты выйдешь, у тебя там нюк уже будет наносить 255, а это очень больно. Гуардиан, выход в мидл, у вас на наупе. Надо подкопать, хорошо, да, подкапывают, упи сейчас страдает, есть ботл опять заряд, два тп, хорош, лазер дал, будет жить, на развороте станучи залетает в бобоке, но без продолжения, кута уже здесь, ботл, кстати говоря, не забудили, ну да ладно. А, да теперь Ланэм встреет ее, Кабан замедляет, а Кабан-то работу свою выполняет, Ланэм, наверное, отправляется, айджи очень хорошо на контрганках работает. На контрганках очень хорошая айджи сейчас, два фрага уже сделали, хотя первую активность проявляли именно и холд. Тинкер выживает, дважды на него атаковали, этого парня пытались взять и не взяли, пока держится, держится, не умирает. Ну, понятно. Сладким временем, 38 крипов, стоял просто пять минут в пустую на линии, потому что бессмастер у нас уходил в лес, бессмастер, кстати, тоже нафармил очень много крипов, 36 у него уже, уже седьмой левел почти, но это, в принципе, стандартный бессмастер, который уходит на Савентейл в лесочек. Ну и ку, вот его было видно сейчас прекрасно, то, что он заходит в НВ, заходит за спину, провязали скан, кстати говоря, просветок-то никаких и нет. Хотя, вот шаду-демон-гет, просветку дал, но уже поздновато, баунт-хантер не тут. Хотя где-то там. Да. Кью очень хорошо двигается. Поставил все. Барст очень хороший. Поставил все. Поставлен был, действительно. Ну что ж, метаморфоз откатился в Север Блейд, и, конечно, против трех нападать с героев очень сложно. Тем более, когда есть сейф и дисрапшн, когда Тимберсоу и Найтсталкер герой очень толстый и плотный, их так просто не пробьешь. Ну вот, если, например, захотят, то XXS, имея ТП-шку, может на то переместиться. У него есть Праймал Рора, за счет Праймал Рора можно делать скиллы. Уже ТП, как раз таки, пошел. Рефлекшн. Отлично. Приходит XXS, можно давать Праймал Рор кого-нибудь. Давай XXS. Ну, кого хочешь. XXS, Праймал Рор, решили лад Ланэма сцепить. Окей. С баунт-хантера накинулись. Ланэм себя впятал дисрапшн. У Бернига большие проблемы, его пытаются тоже взять. Тимберсоу перерезает. В итоге Шадоу Демон достался килл, кстати говоря, один-в-в-один размен. Ну и как-то вот шли-шли убивать этого самого Шадоу Демона, про своего суппорта забыли, и бета. Да, и картер ща отдается. Карта лад Ланэма. Проминус Садь в один размен. Тимберсоу слабко забирает. Тут неприятно, на самом деле, эти первичные киллы Тимбера давать. По чуть-чуть, по чуть-чуть капает. Эти быстрые травла будут появляться у него. Но, тем не менее, есть осадочек небольшой такой для IG. Это же потеря Террор Блейда, конечно. Отдали Бёрнинга. Да, может, на время забирает нижний Тауэр у нас. Ну, не он, а крипы. Не проконтролил он чуть-чуть, но все равно это весь плюсы ему. В команде сейчас будет выход на какой-нибудь Драгон Лэнс, или, может быть, сразу в Линкен Сферу, потому что тут как бы бестмастер есть. А тут Марфа ловить нечем, на самом деле, кроме этого. Бестмастер Нюкс еще у нас залетает по Тауэр сверху и забирает Бабоку. Вот этот вот хороший Нюкс, который стоял в краске на центре, получал очень быстрый левел, спокойный экспириенс принимал только на себя, и по итогу ранний седьмой уровень, ранние бендеты и ранние ганги. Это залог успеха. Ну и сейчас начинают раскачиваться немного и хом, то есть уже самостоятельно делать скиллы Морфинга не принимая, не привлекая, скажем так, к осуществлению этих фрагов. Но при этом Морфик сам, кто уже правильно подметил, фармит хорошо. Так что IG нужно теперь тоже шевелиться, заниматься полезными вещами. Потому что топ у них давится, нижнюю линию уже потеряли, на миде у них все в порядке, потому что тут несколько героев уже орудует. А IG как-то несколько сумбурно сейчас играют. Они собрались вместе, они там сейчас заняли свои леса, только-только вышли на нижнюю линию. Ну и пока не все получается. Смещается у нас бисмастер вниз, туда же бежит у нас Бабока. Хотят напрячения этого Морфа, который стоял на фрифарме очень долгое количество времени. И посмотрим, как они будут реализовывать. Но двоём его не заберёшь, бисмастер с Вингой его точно не заберёт. Его даже втроём не заберёшь. Нужен очень сильный бёрст. Ну, не бёрст, а именно то, что очень быстро снимет ему хп. Так, быстро снимут хп Бёрнигу, судя по всему. То, что Чикин здесь, шаду демон, шаду поздно пошёл, подкопали, удар, на бёрн и моментальный килл. Ещё и Курьера подрезали. Да, Сандера нету. Курьера подрезали с силу света, да. Ну, ничего страшного, это очень хороший размен. Сейчас бы Олд Чикину ещё не отдаться, потому что со всех сторон его окружает. Положное замедление, бодиблок от XSS, от Мака Пана, даёт Карапасе, всё это подставлю. Тем не менее, 4 героя здесь от двух кабанов не уйдёшь. Ну, нужно было сюда бежать. Я не знаю, почему он не побежал. Ну, не видел, не видел он бессмастера, который заходил ему в спину. Бобока слишком опасно играет. ТП на Тир-2, где ждал уже Олд Левена. Фулл МП, фулл ХП практически. Просто идёт до конца за Бобока. Бобока пытается манс, здесь ещё 4 стика. Ну, и судя по всему, сейчас будут просто-напросто забирать. Ну, что ж такое это, Бобока? Что это за ТП было? Просто расформил сейчас... О, ещё Q, опасно очень. Q. На Элизы нету, вот только сейчас появляется. На Инве Сулеймана. Ну, можно трек дать просто и свободно на скорости уйти. Да. И при всём при этом, опять же, спокойно фармит товарищ Силар. Это проблема. Ну, и опять-таки, ЛЛЕВА на УП. Боже мой, боже мой. Что происходит? Это Тимберсоу разваливает просто в соло всех. Это нормально. Да, абсолютно интересная раскачка. Он качается через Макшин и Тимбершейн. Ну, не часто такое увидишь. Верлингвоз даже на единичку у неё не взят. Но всё равно развал кабин происходит нормальный. Так, что у нас у Морфа? Да, Морф всё-таки уходит быстро в Линкен сферу. Понимает прекрасно, что если он её соберёт, то у него никаких проблем здесь не будет. Гангать его будет очень сложно. Да, проблема, проблема IG чуть-чуть под фишку. Сейчас я не знаю, чем заниматься, потому что Бёрнинга ведь тоже на покое не оставляет. Ладно, было бы неплохо, если, например, его команда как-то дралась, там разменилась, может быть, даже не лучшую для себя сторону, а Бёрнинг фармил при этом. Тафф, было бы ещё всё неплохо, были бы надежды. Но когда Бёрнинг сам не фармит, его постоянно гангуют, и команда тоже страдает. Это, конечно, очень большие потери. Казалось бы, 6-5, и по фрагам они даже впереди. Но общекомандное, конечно, превосходство Юхом уже растёт, и растёт очень стремительно. Вот опять-таки очередная попытка выйти на Силара. Праймал Рор далее, а что дальше? Сейчас Ману будет сжигать. Не краю, но нет, он уходит сразу отсюда. Тогда, конечно, Ману у него не остаётся. Буквально 90-е нужно телепортироваться отсюда, потому что со всех сторон он будет зажимать. Да, это идёт под пуш у нас от IG. Будут забирать нижний Тафферис. Плюс Катапульта. Тимберсова верхнюю линию так и не покидает. А какой смысл, если у него так всё хорошо? Да, ну и Таффер, конечно, снесли. А эти, кстати говоря, пойдут дальше на Тер-2. Но дефить никто не собирается. Дефить никто не собирается. Они тоже быстро ломают Таура. Потому что как раз таки вот под эти пассивки. Да, хоть и у Венчфолл спирт леденечку пассивку раскачет, но зато без мастера на 4. Пошёл ломать Тер-2. Есть Глиф. Включается у нас. Старкнесс. Наверное, стоит отступить. Тимберсова идёт вперёд уже. Ну, просто Бернин вставал ТП. Пошёл на топ фармить. Вот этот плохо, кстати говоря, выпад был. По итогу. Потому что Таффер не один из Тафферов и Хоума не сняли. По итогу хотя два подпушивали. Но Айджи один Таур смогли забрать. Так что немного денег отыграли даже. Не знаю, сколько у Алдэлэвна денег. Это Тимберсова у флейна. Двенадцатая минута. Моно-ботинки. И три тысячи в кармане. Деньк действительно очень много. Тут бегает у нас Алт Чикен. По трекам. Треки, треки развешиваются. Треки — это то, что Никс не очень любит. Да, выход набедил. Прекрасно понимаешь, что у Терерблейда сейчас нет формы. Он не сможет драться вообще в никаких раскладах. Поэтому тут будет четыре героя. Минимум. Максимум. И спокойно. Ну да, Айджи просто донжит эту драку. Потому что прекрасно понимает, что сюда уже перетянулся морф. И они никак не смогут здесь воевать. Сулар все-таки собрал себе Dragonlance. Трвала, трвала. Нужно, конечно, фармить OP. Но вот как только начинают кастовать какие-то нюки, сразу же приходит Никс, Карапаси. И прям совсем трудно OP. К крипам подходить боится. Кастовать что-то тоже страшно. Никс тут прям как контрпик работает замечательно. Ну и уходит в свой лес сейчас Эхома. А тут внезапно XXS. Фармит. Это XS хочет-хочет купить. А не корономикон. Судя по всему, не получится. Прямо урор на развороте XS. Реагирует раньше. Он не мог быть проблем. Подкопы выйдет XS. Как же он четко отыграл здесь. Это минус Q. Пытается уйти из-под Night Stalker. Наверное, даже получится. Типаут наглую касту. И так же пошел XS. Все, хаут. И все сматываются. Все, что происходит. Кроме Бобоке. Бобоке будет Бобоке сейчас. Один в один, да. Размену нас Бобоке. Нет, точно нет. Пусть уже отсюда. Бобоке. 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 Ну ладно. Он, в общем-то, ценой собственной жизни спас 2 тиммейта. Они ушли через ТП и все хорошо. Все замечательно. Центральную башню силу. Ну и мы видим, что да, действительно есть превосходство морфлинга над террор-блейдом, но превосходство составляет там всего лишь каких-то 800. Каких 800. А 800 голды всего лишь. То есть не так много, казалось бы. Вполне такие достигаемые цифры. Хотя силар в драках вообще не принимал участие. Видим, три нуля. В графе КДА. Ну а Бернинг... Да, не заоблачное оставание. Нет, все еще можно настигнуть. Этим Бернинг и занимается. Драгон Лэнс он себе уже взял. Ну а дальше по программе стандартной. Манта Стайл и все остальное у нее появится. Никс, опять Медас. Это... Я думаю, здесь вот это неплохое решение на самом деле. Потому что есть чем откидываться, есть чем воевать. И он прекрасно понимает, что они никуда не пойдут заканчивать. То есть они спокойно могут... Есть чем отбиваться самое главное как раз таки от пуша, от Террор Блейда. И здесь Медас неплохо выглядит. Потому что он прекрасно понимает, что его морф, ему нужны итемы, чтобы воевать пойти. Поэтому быстро они никуда не будут уходить. Да, пусть скачается, пусть покупает себе свои айтемы. Блинк, даггер, огонь, все это будет очень полезно. Так что надо собирать себе шмоки какие-то. Ну и смог. А дайдже? Ну вот решили они тоже пойти кого-то встретить. А тут, например, бегает AllChicken, он весь смог спалил. Увидел AllChicken трек, повесили, дали свап. Должен быть хороший фраг. Хорошо, после Карапасис там закинули. Нельзя так умирать, нельзя так умирать. Потому что на отставании было сколько там, 700 голды? Стало 550, даже 500 уже. Потому что эти киллы все происходят под чем? Под треками. Нельзя так отдаваться. А, плюс ко всему, все-таки ты с Хенд оф Медасом, и тебе вообще нельзя умирать. Потому что ты время теряешь. Ну и в итоге смог реализован был. У XXS, между прочим, 5-0-1 на бестмастер. В Турбейт еще и Тавр забирает. Тиньки пролетают сюда, ну тавит, тавит. Это же очень даже серьезно. AllD11 приходит. Опасно AllD11. На самом деле сейчас в него влепили бы Рора, он бы умер. Ну, Рора, к сожалению... А, к сожалению, Рора-то есть, между прочим. Несмотря на его четвертую пассивку, он бы наверняка умер. Потому что пять героев все-таки как-никак запилили бы его. Он не бессмертный, не инвольный. Да, это правда, это правда. Но не решились, не решились. Тогда решили отойти, по-моему. Ну, задача минимум достигнута. То есть они фраг сделали, тавр забрали и разбежались кто куда фармить дальше. Ну, а Сайлар этим временем уже подходит. Это количество денег, которое хватит на покупку калтеля тоже. Худо. XXS. Сплитпушил, судя по всему. Сейчас проклинают его. На развороте дать хотел он Праймал Рор. Но получил Disruption. XXS идет до конца и дальше. Хочет отечеять Праймал Рор, получает Adaptive Strike. XXS. XXS. Как спасаться, как жить. Телепорт кулдаун. Вот самое забидное, что у него есть. И... Да ладно, неужели он уйдет? Фантастика какая-то. Да, он уходит. А на топе... Цералим коридор, точнее, блок. Это мини-драка. Толса развешивает кул, плюс дает треки. Бестмастер делает тп. И уходит. Да, уходит, уходит. Еще один Head of Midas появляется. На этот раз от Night Stalker. Два Head of Midas. Ну, у нас сегодня какая практика? У нас сегодня такой... Шестой Мидас. Такая... Такая ситуация происходит, что команда Рейдинг покупает себе два Head of Midas и игру проигрывает. У нас пока так это работает. Две карты было, две из двух. Посмотрим, как складывается эта традиция. Будет складываться эта традиция. Бестмастер, третий Некра купил. 5-0-1, да, как ты и сказал. Очень круто отыгрывает. Не умирал. Все отлично отфармил. Левел хорош. Сейчас можно, на самом деле, выйти на Рошана. Да, вот я думаю, что они будут делать с третьими Некрами. Собирать быстренько Роша. Как раз открутилась у нас форма Террор Блейда. И под нее, под пассивки, Рошан должен падать очень быстро. Ланэм. Ну, наглец Ланэм, конечно. Ну, самое что ни на есть, наглец. Вот так вот идти в наглую руну стараться забрать. Когда у тебя нет информации. Он сейчас просто с вами таким умом. 4 на 5 не смогут драться у нас. И Хомы никак вообще против IG. И Рошан будет падать на халяву. Да, просто сплитпушиста у нас будет Ихомы. Должны отдавать этого Рошана. Да, и сплитпушиста даже особо и нечего. Центр отбивается. На верхней линии не осталось 3-2 тавера. То есть никакой компенсации ребята из Ихом здесь не получат. Ну и только действительно это плюс Рошан. Сейчас Бёрнинг возьмёт и Аегис. Вообще жизнь налаживается. Вообще супер круто. Да, всё ещё проигрывают. Конечно, там 2,5 тысячи. Но это уже 18-ая минута. И это преимущество ничего не значит практически. Да, ТБ ещё не включал форму, чтобы убить Рошана. Прекрасно понимает, что она здесь не нужна. Включённая эта форма. И сейчас как раз под эту форму будет выход вниз на тир-2. Под Аегис под форму. Сейчас ещё свап можно. Начнём. Свап пошёл. Сразу же Праймал Рор. Линку повесили. Но Линка это не спасает. Приходит Тибер. Приходит на сморфинг. Вейформ хорошо. Минус Венеджи Фул Спирит. Бёрнинг пытается взять. Аегис потерян. Сандр дать не успел. Трекки развешивает и продолжает. Ку. Останавливать больше нечем. Станов не хватает. И в итоге просто на гейхом будут сваливать. Конечно, Тинкер посыл им выдаёт какие-то ракеты. А вот тот самый фикс ТБ. Вот тот самый фикс ТБ. После Аегиса он уже в милишной форме. Его очень быстро вкуснули. Сейчас можно гнаться на самом деле. Потому что сейчас... Тинкер сейчас будет раз за разом прилетать и выдавать свои нюки. Это не очень приятно. Рефлекшн снова пошёл. Держит на дистанцию. Конечно, Тимберсоу. Это пуля непробиваемая машина такая. Да, удалевну очень трудно пробить. Но опасно всё равно. 33 деница армора. Ну, сопротивление, сколько? Физ урона 67%. Майк урона 47%. Попробуй его байдить. Просто так-то его не взять. Ну да, фокус. Вот этот фокус по ТБ сейчас был. Так бы, конечно, они должны были забирать. Если б Бёрнинг успел, там у него буквально 2 секунды не хватало до кулдауна Сандера. И вот на последней секунде, когда он уже разворачивался давать Сандер, в него с Тимберчейна влетел как раз с Тимберсоу. В следующий раз чуть поживучее будет у нас от Террор Блейд. Потому что у него на подходе артефакт. Таманда стайл должна быть. Блинк Даггер приобретает себе также тинкер. Но от РВЛА Блинк появился тоже уже посимпатичнее. Стал выглядеть ЛП. Ну посмотрим, посмотрим. Про состояние Морфинга и Террор Блейд. Но мы видим, что уже остальные по нутворцу тоже подтягиваются. Если IG поначалу страдали и отставали очень серьезно на оппонентах, то сейчас и Бистмастер, и Тинкер смотрятся очень хорошо. Уже обошли Никса того же самого с Хэнд оф Мидаса, между прочим. Ну что ж, неужели будет атака? У нас с Алл Делевен и попытаются его взять. Очень интересно. Теперь Чейн отличный. Почему-то развернулся у нас с Алл Делевен? Потому что Алл Чикен подошел. Они хотят, видимо, подраться. Будут ли цеплять Алл Чикен с дистанции? Если Некрономиконы внезапно вызовет Бистмастер, то будут большие проблемы у Никса. Трек повесили первый. Бубоко несколько отстал от своих тиммейтов. Можно за ним как раз таки выехать. Да, Бубоко сейчас попытается сделать ТП и его должны подкапывать. Отлично. Это минус. Тиммейтинг, когда свои левена. 4-1 имеет после того фестблада, который позволил себе отдать. Сейчас наращивает обороты. Ну да, его так подвидели довольно серьезно. Тир 2 Тавер, мы помним. Да, Тингер просто пошел, погиб. Венч Фул Спирит пришла, погибла. И его очень серьезно раскормили. Сейчас, конечно, с этим Тимиром есть определенные проблемы. Но он и пользуется этим, как живой щит идет вперед для своей команды. Закрывая, собственно, грудью Силара и всех остальных. Ну и вот Тир 2 Тавер таким образом, ребята, из Ихомс Пуш. Да, Силару это будет очень круто. Чтоб на нее весь фокус не было. Потому что, на самом деле, морф-то морф. А играет он не через боевого морфа. А какой-то, который там будет через Блокенбар, с Монтастайлом быстрым, там еще с чем-то. Вот играет он через шутганнера. Это значит, он будет морф-прокаст. Да, с хорошей тычкой с руки. Но это все равно морф-прокастер. И его нужно как-то прикрывать. Потому что, если в него впилят какой-то нюк, там собьют линку, и у него бисмастер даст рор, это будет минус морф, минус герой, я считаю. А у него золотар на 3-14 тысяч будет. Олл Чикен, ну вот играет в жадность сейчас. В общем, так же, как играл Шаду Демон. Вот эта попытка взять руну, когда у нас нет информации, не находится противник. Я подбежал, взял руну, даже хесть я взял, попал просто под Праймал Рор и погиб. Попал он под трек. Вот это без разницы, что он умирает от трех-четырех героев, но когда ты умираешь от трех-четырех героев под треком, вот это очень неприятно. Потому что бабло получают все. Да, но между прочим, их вам все равно выходит пока вперед. Крафики растут. Верхнюю линию вновь подпушивает, а Леван абсолютно ему все равно на этого самого тинкера. Дает он там свои нюки. Мне кажется, ему на всех все равно сейчас. Понятно, если толпой выйти запинают ногами атак. Один на один, один на два, он спокойно может. Один на три, по-моему, он будет. Один на три, да. Ну, наверное, если без мастера исключить из всего этого, то, я думаю, ему тут без разницы на всех. Потому что не храп, просто всю ману сожгут, ему застан, и он никуда потом не денется уже. Ну, под кабаном будет там бежать, да, долго умирать, но все равно умрет. Еще и Плинг покупает себе XSS, чтобы получше можно было влетать и инициировать. Ну что ж, первая карта у нас такая задорная получается. Очень много киллов было сделано, очень много перемещений. Сейчас есть даже такой мини-камбэк. Посмотрим, во что это вылится. Опять-таки, LD11 очень рискует, сейчас получает стан. Ну и где бестмастер? Где бестмастер-то? Почему не идет в атаку? А, у меня некрадмиконов, нет, десять секунд еще. По таймингу, не по таймингу. Сникров опасно. LD11, здесь также AllChicken хорошо на Карапасе подловит OP. И вейформа OP падает. Отличный минус, что дальше? Еще XSS. Добавить. Есть уже метаморфоза. Буду для кого-то цеплять. Ну а что же метаморфозу вызвали, а дальше то что? А дальше, видимо, ничего не будет. Чирикер без Байбека. Но вряд ли будет заходить, потому что все это... Вот Левен. Праймал Рор и подкоп по всем! Просто подкоп! Отличный подкоп от товарища Лучикина. Ну и нужно отступать. Рефлекшн дал. Долон, конечно, серьезно пострадал. Если бы не был этот подкоп, то скорее всего просто-напросто убили. Но в итоге пережили Праймал Рор, пережили тинкера и полным составом живы и холм сейчас. Хотя, конечно, MP очень много потеряли. Тиммер 50 регенов. Сейчас отрегенится просто полностью, моментально. Супер остановит у нас морф. Игру. Что-то кинул адаптив страйк и поставил паузу. Попей пауза. Фокус. А что делать, видимо? Да, план. План какой-то сейчас придумывает, ребята. Куда-то кликает. Кстати, у Сайлор уже почти появляется у нас Shotgun. Зарел Блэйд. Буквально остается там пару сотенок. Даже не пару, соточка. Ну да, я смотрю там Аганин, еще и Гардер появляется. Совсем будет худо играть различным баунтихантером. И сейчас-то они особо, конечно, звезд с неба не хватают. То есть, 108 он бегает, еще ни разу не убрал. Вот с появлением Аганин у баунтихантера будут большие проблемы. Появится сразу же и гем какой-то. Кул уже будет на огромнейшей дистанции должен находиться. Будет очень тяжело. Ну, вообще, конечно, свою начальную роль уже успел выполнить. За 23 минуты неплохо побегал, ассистый получал. То есть, из 11 фрагов он принимал участие в 9. Естественно, треки вешались в большинстве своем. Да, баунтихантер был неплох. Главное, что он не умирал. Вот все самое главное. Просто есть баунтихантер и фидеры. Вот как вот у нас Нюкс, в принципе, делает. Бегает там, где-то разведывает. Вроде с даггером, вроде с карапасами, но все равно постоянно попадается. А именно Аку бегал аккуратно, очень аккуратно. Я думаю, это вот даже на верхней линии помнишь, как он там достывся тот жил, в лесу грамотно стоял, потому что прекрасно понимал, что могут просветить его. Ну да, действительно свою роль выполнил. Причем мы так говорим, что он неплохо играл, прямо с появлением Аганима. Ну, такое ощущение, что баунтихантер просто жизнь закончится и что он уже не будет представлять такой серьезной опасности. Ну да, Аганим гема и тут будет печально уже. Ну что? Заходный хайграунд продолжается, между прочим. Тинкер-3 все-таки и хотят взять их ООМ. Тинкер появится через 10 секунд, уже знают, что нет ультимейта бестмастера, то есть цеплять особо нечем. Под иллюзией, под иллюзией, сейчас будет еще... Да, на шаду демонские иллюзии, очень больно все-таки по Тауру простреливают. Хорошо, сняли. 600 хп, это нормально. Это нормально, за убийство Тинкера, еще минус Тауру. 600 хп. Спокойно отойти, спокойно фармить, сейчас всю территорию надо зафармивать. Вражеские вот эти лиса, вражеских хэншентов, если они тут задержатся, Сулар, наверное, должен на них сейчас вернуть подфармить. Нет? Не хочет? Вот он, гем, появляется в Шаду Демон, как раз таки уже к моменту покупки Night Stalker Маканим, ему всего лишь 500 голды осталось. Все очень грамотно, все очень таймингово, пока артефактами хорошо разбираются и хоум. Ну и вопрос, что, конечно, будут делать IG. Вот сейчас Тинкеру прям вот страшно смотреть на такого Тинкера, который не может себя раскрыть во всей красе. То есть вот не забанив Никса, он сейчас сталкивается с огромнейшими проблемами, где в замесе он ничего не может сделать. Так, ну вот Сулар бегает, атаковать его, наверное, нет смысла особого. О, опять на разведке. Бегает, один сзади другим бегает. Выход, выход, выход на Сулара. Выход на Сулара, да? Вышли, нет, не вышли, они без смока. А вот Лучикин всех увидел, он дал вижен, дал информацию сейчас. Его самого не видно, потому что никаких гемов нет. А Морф ТБ забирает в соло, просто через шут ганище. Просто разорвал его. ТТБ, которого еще чуть-чуть нехватка по здоровью. Он диффуз еще приобретает от Террор Блейд. Ну там проблемы, большие проблемы. Если уж вот так вот Террор Блейд в соло отдается от морфинга, то уже много не хватит, конечно. Ну что ж, а продолжаем. Все еще хотят, ребята из IG, у кого-то подцепить, бегают. Бестмастер залетает, Праймал Рор выдает он прям в Карабасе. Конечно же, есть Мега. Очкиненько нехранник он их верститает быстро. Сразу же ТП-аут, Old Eleven. Маны нету, нету маны что-либо сделать. Ну ладно, яку тоже ушел. Но между прочим, это неплохо. То есть упили никса хотя бы так. Там стили заспалки. Да, упили никса, не накормили некрами. Или накормили некрами. Да, накормили одним некромом. Ланэм все-таки забрал у нас одного. У него сразу минус 600 хп. Ну вот агоним. Интересное решение о восполнении тинкера. Будет удавать свои там лазер ракетки. Интересно очень. Насколько серьезно и насколько сильно это поможет. Конечно, отспамливаться это... это хорошее. Ну, держать дистанцию, конечно, тинкеру здесь будет нужно. Я не знаю, как он это будет делать. Как он не подставится под никса, но он должен это смочить. Иначе от него будет толку очень мало. Ну да, никс должен сразу прыгать туда и искать его. Пытаться искать его монобёрнить. Вот этим жестким монобёрным как раз против тинкера он будет Поэтому там чуть ли не под третью столба снимать. Потому что тинкер интеллект это неплохо. Сняли, трек повесили. Все окей. Да, я смотрю на закуп, конечно, товарища Old Eleven. И глаз радуется. Потому что появляется сверху еще и лобус вор теперь. И зарядов с Bloodstone он тоже увеличивал с момента появления. Да, он не размен. Ну вот смок-атака пошла. Смок-атака пошла в исполнении IG. Так, ну вот забрали сейчас руну. Как Лане все палит? Как Лане все просто запалил эту строку. Сэндри, видал Чикина. Просветили тут же Карапасева дает. Чикин, что будет делать? Праймл Роуер умирает очень быстро. Нет, Disruption пока еще сейвает Old Eleven. Вон, Backs Access. Да, погиб у нас как раз таки Nyx. Дальше пытались убить еще и Night Stalker. Убирать его нельзя. У него гем. Не забываем. Тиши Morphings рассказ. Он только подходит. Только подходит. И должен. Сейчас Бернинг может стирать моментально. Оп, рассказ. Бернинг. Сандер дать жить. Сваб пошел. И Силар. Силар ошибается, по-моему. Силар один остается. И спасти его просто нечем. Он погибает. Вот это да. Вот это фантастика. И IG делает 2 киллайт лучше на Рошана. А Рошана или нет? Нет, Рошана. До него еще 30 секунд. Полминутки остается. Сейчас по Detention-то фармить. Ну какая же ошибка в исполнении. Нейхком. Ну боже. Вроде бы все прочекал опять Nyx. Все дал. Всю информацию. Но где-то Morphing далеко находился. Да он не чекает. Нельзя ему так быстро умирать на самом деле. Я не знаю почему он пытается там эти кропасты. Почему ему тут кропасты не помогут? Ему не форстав надо собирать. Ему юл надо собирать. Чтоб он жил. Форстав ему не поможет тут ничем. Да. Ну вот это расклады конечно. Вот это очень-очень серьезно. И OP сейчас выйдет в свой аганим. Night Stalker кстати говоря. Ну ладно хотя бы он выжил. Если бы сейчас еще и гем потеряли. Это было бы совсем какое-то сумасшествие. И Ихом могли бы ну моментально оказаться. Даже в проигрышной ситуации нежели IG. Да. И вот сейчас мы видим что немножко отыграли IG. Но все еще отстают. Всем понятно. Ну да. Три в ноль. Но все равно. Это по трекам еще да. И все равно график не так сильно выпустился вниз. И ДАСА. И ДАСА решают. Очень хорошо они. Ну вот Рашан появился. Рашан появился. Рашан стоит. Но при этом и Ихом тоже полным составом. Они все возродились поэтому. Ёй ой-ёй ловит на стинкеры. И от неё ловит на стинкеры. На Карапаса наступил. Стинкер. Старшная штука это карапас. Но, по-моему, такое ощущение, что ничего не спасает против Карапаси тингера. Вот просто я не знаю, что может его спасти. БКБ? Блокенбарм. Это было бы очень интересно, этот тингер кто-то. Кстати, я не знаю, работает или не работает. В Dota 2, когда раньше на тингеры покупали БКБ, он на машину садился и ездил. Не помнишь такое? Да, было дело, но тут нет такого. Нет такого, блин. Был курорт. По-моему, он превращался в обсидановую башню, он из Варкрафта. Помнишь, в первой доте обсидановую статую превращался. Да, было прикольно, было забавно. Так, у нас какие-то перемещения, очередной смок, возможно, ЛД Левена взять захотят, если быстро его завкусить могло бы получиться, но успевает уйти на темперчейн в сторону своих тиммейтов, там Силар уже активно заходит на Рошана и его разминает, и что, пойдут ли туда IG? Отправляют пока иллюзию террор-блэйд. Надо идти. В смачке они идут, забегают туда. А в кого вопрос фокусить-то? Ну, первый подставится. Ну, вот так вот, потратил, потратил сейчас адептив страйк. Заходит нас первый бестмастер, Праймал Рор тут же в Найт Сталкера, смогут его зафокусить, нужен сейф, и Зерил на него вешает как раз таки Силар. Таким образом пытается спасти, Никс уже просто попутно где-то отъехал. Вейфорум, на хайграунд Силар пришел переместиться, отличный темперчейн в исполнении на ДЛЕВН, просто съедают им бестмастера. Террор-блэйд, вае вороны. Хороший выход у нас на OP, фокусят его моментально, два героя в ДЛЕВН и Силар, но тут еще остаются. Война своими же иллюзиями у Бёрнинга, постоянно Шадут Демон делает эту дисрапшн, очень штука неприятная, конечно. Разобрали уже Баунти Хантер, у ЛДЛЕВН, конечно, тоже погибает. Трипл килл у ЛДЛЕВН, идет дальше, за бобокой должен быть ультра килл. Не отпустят отсюда. Не отпустят. Бёрнинг, Бёрнинг, Бёрнинг. Ничего не сможет сделать. Да. Минус пять, минус пять, и выход на Рошана сейчас будет. А, это кто у ЛЕВНа был, трипл килл от ультра килл. Год лайк у нас у ЛДЛЕВНа. Такая драка произошла с IG. Странно, подрались с IG. Влетел сразу бестмастер на Сталкера, попытался его фокуснуть. Его очень круто засейвил всю ЛАР, накинул на него Эзерил Блейд. Ну, не знаю, как-то несинхронно тоже. Потом драка разделилась, у нас убежали половина героев в правую сторону. Их просто туда Морфа и от Имперсова пошли и стерли их по одному. Ну и потом задались в конечном итоге у нас Террор Блейдами. Нельзя разбегаться, нужно около Террор Блейда держаться. По-моему, всё логично было. То есть они пытались завкусить на эти Сталкера, не получилось и всё. А после этого фокус-то пропадает. Единственный стан такой, серьёзный, хороший стан. Стан бестмастера. Если за стан никого не забираете, потом кого-либо убить, вообще становится проблематично. Ну и Шадо Демон. То есть Шадо Демон в драке здесь работает просто круто. Даёт дисрапшн в иллюзию и Бёрнинг чуть ли не ползамет занимался тем, что воевал с собственными иллюзиями. Да, иллюзию очень больно пробивать на самом деле. Потому что урон по ним маленький, и сами они наносят по 75 дэмэджа каждой иллюзии, а это считай полтора героя, да? Бестмастер не хочет, убивай сейчас Олл Чикина. Так, в Карапасе даёт Праймал Роор, что дальше? Некрономиклон будет в бой. Приходится, правда, Олд Элевн, там Морфинг уже одного смог забрать, это умер по боках. Просветки нету, просветка только у Сталкера, а Сталкер только-только бежит. Ну, Котис должен выживать, конечно. Да, но и ошибаются сейчас IG, потерпели крах в драке, очень серьёзно торвался Мэнфорс вперёд Тимберсоу. Ну и конечно же наличие эгис у Силарова говорит о том, что их омы сейчас будут заходить. На своём хайграунде предоставить бой. Силар Дайгерс я ещё прикупил в предыдущем замесе, но уже с ним дрался. Очень много денег сверху, между прочим. Ну и пошёл Олд Элевн вперёд. Да, 20 тысяч нутворца поднимается к вам на хайграунд, у вас максимально только пятнашка у Бёрнинга. И что вы можете сделать этому Олд Элевну, большой вопрос. Ну, на месте Элевна я сейчас какой-нибудь пайп дособирал бы, потому что как раз вот эти заходы на хайграунд против Тинкера, они будут очень хороши. Будем просто плевать, посмотрю, он бегает, ему просто плевать. Он где-то там носится. Так, вот лазер давать в Олд Элевн в его лутусор вообще не рекомендуется, потому что собственная команда же и страдает. Абуз пошёл, Абуз иллюзиями. Через репликату пытается брать просто сторону, да, оранжевый барак падает, неплохо. Вообще-то можно продолжать таким вот образом, ничего особо не потеряли их Олмы сейчас. Вообще ничего не потеряли. Да, IG зато потеряли у нас форму Террорблейда, она всё скоро... Олд Элевна пытается быстро взять, спасти его надо хоть как-то, Олд Элевн, Террорблейд как же быстро падает, Элевн погибает тоже... и с противореза всё ноябược. 27 24 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...